И мы сразу начнем. В этот раз я сразу микрофон поставил повыше, чтобы было все слышно. Это вот как раз то, чего хочется сейчас видеть от предпринимателей. Когда появляется какое-то изменение, и нужно быстро его применить и внедрить. И когда вы это делаете, вы сразу получаете новый результат. Понимаете, как здорово. Часто мы наблюдаем картину, когда происходят какие-то глобальные изменения, и реакции на это нет никакой. То есть даже есть решение, но люди все равно пытаются делать все по-старому. Я вот сегодня сразу сделал микрофон наверху и готов вам вещать. Давайте смотрим. Десяточки, огонечки, как меня слышно, как видно. Все ли сегодня у нас в порядке со звуком? Я сегодня поотвечаю на ваши вопросы. Вопросов, наверное, сегодня будет много. Также в чатике заранее пришли темы, которые вы хотите обсудить. Мы тоже им уделим время. Также я сообщу вам еще несколько хороших новостей. И это будет уже ближе к концу вебинара. И мы можем, знаете, с чего начать? Мы можем начать, посмотрим несколько ваших страниц, как мы делали это вчера. Посмотрим на других пользователей, что у них творится. Поэтому для тех, кто хочет, чтобы мы разобрали вашу страницу, присылайте свой ID своей страницы в чатик. Я посмотрю, наверное, посмотрим странички 3 для разгона, для разогрева. И потом сразу перейдем к актуальным темам. А пока вы скидываете мне свои ID, давайте я расскажу про один из вопросов, которые задавали в чат. Это про новые правила касательно рекламы. То есть вышел закон по маркировке рекламы, вы об этом слышали, как хорошее, так и плохое. Но на самом деле мы собираем по этому информацию и обязательно будем делиться с вами. Общались с юристами, смотрели, какие были прецеденты. Прецедентов пока еще не было, мы ждем прецедентов, чтобы лучше в этом разобраться. Но о чем это говорит? Посмотрите, сейчас идет тотальная идентификация всех людей. К примеру, даже в социальных сетях ВК появился ВК ID. Везде, где только можно, людей идентифицируют. Да, это о чем-то должно вам говорить, понимаете? Также рекламу, также маркируем. Маркируют они рекламу теперь, все маркируют тебе рекламу. Для чего это нужно? Опять же, для контроля и обзора всей ситуации. В конечном счете круг будет сужаться, 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 сужаться. И все придут к такой некой стерильности, идеальной чистоте, когда будет какой-то предприниматель. Понятно, кто это, чем он занимается и какой продукт он рекламирует. И в такой системе, в случае каких-то жалоб, каких-то запрещенных использования рекламы, будут предъявлены претензии. То есть, человека накажут. И этот круг сейчас будет сужаться, сужаться, сужаться. И, естественно, опять же, это опять в сторону того, что все спам-методы, бесполезная реклама, создание множества страниц, массовые рассылки, они не просто уже сейчас стали бесполезными. Они со временем станут даже опасными. Этот год пройдет достаточно легко, никого не затронет эта информация по рекламе. Но дальше начнутся уже вот эти сужения кругов. И я еще о этих маркировках вам расскажу. У меня есть информация. Я, наверное, на конец уже мероприятия расскажу. Пока поделился общими тенденциями, куда все двигается, все будет сужаться. И для тех, кто не перейдет на новые способы продажи своих товаров и услуг для онлайн-предпринимателей. Если они останутся на старом месте, их это заденет хорошенько и они по полной агребут. Да, именно так. Поэтому нужно сейчас уже начинать переквалифицироваться в новый вид предпринимателей и по-другому организовывать свою систему продажи. То есть по-другому накапливать аудиторию, по-другому ей предлагать свои продукты и по-другому с ней взаимодействовать. То есть абсолютно все нужно менять. Но, опять же, у вас удачное время, вы попали на наше обучение и у вас будет возможность начать это делать одним из первых. Окей. Я вижу, что все у нас в порядке, кстати, со звуком, не посмотрел. Давайте посмотрим парочку страничек, разогреемся. Как, вас не сильно пугает информация о рекламе? Расскажите мне в чат ваше видение, чего вам ожидать, чего бояться и стоит ли сейчас уже начать двигаться, что-то менять. У нас страничка Максима. Но, собственно, здесь страница ничем не отличается. Непонятно, кто такой Максим, чем он занимается и что он продает. Ну, как бы, о какой предпринимательской деятельности здесь может быть? Человек зайдет на такую страницу и уйдет. Это даже страница, ну, такие страницы даже рассматривать смысла нет. Что вы хотите сделать с такой страницей? Приводите ее в нужный вид. Вот, смотрите, здесь уже поинтереснее. Здесь человек написал в баннере, чем он занимается. Ну, понятно, здесь криво все нарисовано, обрезано. Но здесь есть хоть какой-то посыл. То есть человек, попадая на эту страницу, он уже примерно понимает, что ему ждать. Если его такой контент устраивает, то он пойдет дальше. К сожалению, подобный тип баннера, посыла, он сейчас является максимально негативным. То есть вы сможете захватить только ту аудиторию, которая с вами лояльна. А это меньшинство. Но мы же хотим найти сильных партнеров, правильно? Мы хотим найти тех людей, которые присоединятся к вам, все изучат и начнут с вами работать. А не те люди, которые уже здесь побывали, там побывали, там попробовали и метаются туда-сюда, что-то пробуют, ищут. Потому что, опять же, не привели себя в полный порядок, не смогли прокачать свою экспертность и не смогли правильно донести свою экспертность своим зрителям. То есть нет ничего, на что они опираются. Поэтому такой баннер, он в основном будет отпугивать именно ту аудиторию, с которой вы хотите работать. Понимаете? С одной стороны, вы рассказали, чем вы занимаетесь, но с другой стороны, ваш баннер будет отпугивать ту аудиторию, с которой вы хотите работать. Мы часто работаем с онлайн-предпринимателями и понимаем, какие целевые аудитории они хотят видеть у себя на странице. Так вот, такая страница будет эту аудиторию отпугивать. Ну, дальше у вас опять же идут баннеры в таком же стиле, вебинарчик. Ну, вот смотрите, Олег сделал, в принципе, хороший мув. Давайте я начну сегодня прямо с этой темы. Мы еще посмотрим потом пару страниц, сейчас остановимся на этой теме. Я уже упоминал, что некоторые товары и продукты очень сложно продавать. Во-первых, не все эти продукты одобряют. Они могут вызывать сходу негатив и сопротивление, и с такого лучше не заходить. А как тогда быть, если у вас такой продукт, который люди плохо воспринимают? Действительно, сейчас такое время, и люди очень избирательные. Они хотят получать только то, что им интересно. Но вам же надо как-то им продать, правильно? Поэтому нужен заход через другой продукт. Это кейс прямо с сегодняшнего дня. Это для вас должен быть уроком, который вам надо взять и применить. Что он означает? Что у вас должны быть простые продукты. Они не связаны с вашей основной тематикой. Но они полезны аудитории, которая к вам приходит. Не так, что вы считаете, что это полезно им, а то, что им действительно полезно. К примеру, Олег. Он разместил у себя на странице как раз день по автоматизации. Это классный мув. Это очень хорошо. Потому что смотрите, на баннере. Что написано на баннере? Здесь клиенты из ВК Турбоусилитель 2023. Для всех предпринимателей, кому интересно получать клиенты из ВК, для них это будет триггер. О, интересно. Красивый баннер. Достаточно понятный заголовок, о чем это. Все написано. Все хорошо. Хочется нажать и посмотреть. А что же это за видео? Здесь еще в идеале в посте, конечно же. Сейчас посмотрим, что в посте. Ну, здесь... Ага, все. Смотрите. Элементарная воронка сделана. Тебе понравилось видео? Пожалуйста, переходи по ссылке в Telegram канал. Все. Это минимальная воронка. И она будет работать гораздо больше, чем все, что я видел на ваших страницах из тех, что вы мне показывали. То есть, есть простой продукт понятный. Есть интерес аудитории, который вы хотите привлечь. И есть действия, которые они должны совершить. Но важно понять, что человек, зайдя на вашу страницу и видев вот такое, у него уже здесь начинается сопротивление. И по поведенческим факторам большая вероятность, что человек просто уйдет с вашей страницы. Только человек, который лоялен к вашей теме, он останется. Поэтому, если вы переделаете весь верх, переделаете все статусы, фотографии очень сильно влияют. Здесь не должно быть вот такой глиматии. Это красивые картинки, но они сбивают человека с понимания, кто вы, что вы за человек и можно ли вам довериться. Два важных критерия. Доверие и комфорт. Это тренды 2023 года, и они еще будут долго с нами. На этой странице я не ощущаю ни доверия, ни комфортно. Поэтому максимальная конверсия здесь невозможна. Она будет близка к нулю. Но, если вы верхушку обработаете, и человек, зайдя... То есть, смотрите, вы подключаете ВК-босс. И, как я уже говорил, он в среднем приводит вам тысячу посетителей на вашу страницу. Тысячу посетителей на вашу страницу. Из этой тысячи 99% увидят ваш баннер и просто уйдет. И какой-то процент пролистает вниз. Да, он может посмотреть и провалится в вашу воронку. Это результат. Но конверсия очень маленькая. Если вы переделаете свою верхушку, правильно все оформите, это не так сложно. Покажете немножко своей личной жизни, адекватной. И все, человек спокойно на нейтральном уровне просматривает вверх, просматривает вниз. Его интересует интересный и простой продукт, который вы даете ему. Он через него знакомится с вами. И у него уже возникает доверие. Вы ему сделали пользу. И дальше можете вести его по своей воронке. Да, понимаете? Но, конечно же, просто повесить один видеоролик, этого зачастую недостаточно. Нужно, во-первых, и страницу закрепа сделать, и контент немножко фильтровать. Это несложно, поверьте. Это кажется таким сложным. Просто нужно понимание, как сейчас на все реагирует целевая аудитория. Как? Вам примерно понятно, о чем я сейчас вам говорю? То есть, напишите, пожалуйста, плюсики в чат, кто понял вот эту логику, как сейчас люди смотрят на ваши страницы. Я понимаю, что это краткая выжимка. У нас есть, допустим, курс по поведенческим факторам, где чуть подробнее это все рожевно. Но скажите, поставьте плюсики. Понимаете ли вы о том, что я сейчас вам рассказал? То есть, готовы ли вы взять это к себе на вооружение и использовать? Напишите. Я пока почитаю, что вы тут думаете. Так. Да, страницу надо оформлять нормально. Ну, то есть, мода проходит, тенденции проходят, нужно соответствовать. Так, главное без яркого. Вот. Есть у вас уже знание. Главное без яркого выраженного призыва. Это тоже вызывает сопротивление все острые манипуляции. То есть, нужно убирать. Человеку должно быть комфортно. Тренд 23-го года. Комфорт. Доверие и комфорт. То есть, должны понимать, что должно быть на вашей странице. Да, насчет рекламы пишут. Замешательстве. Действительно, сейчас очень много консультаций проходит у всех крупных организаций. Все паникуют, никто не знает. Понятное дело, начну сначала с верхушек. Будут брать там за жопу большие компании. Потом ниже, ниже, ниже. И потом это все подведут под MLM бизнес. Ну, как бы предпосылы все есть. То есть, сейчас... То есть, не надо смотреть конкретно о том, что говорят сейчас про рекламу. Нужно смотреть на то, что происходит в мире целом. То есть, там проводят идентификацию, там проводят регистрации, там учет. И все это в конечном счете объединится в одну систему регулирования всей инфраструктуры. То есть, все медиа будут контролироваться и идентифицироваться. И под это нужно срочно перестраиваться уже сейчас, чтобы в следующем году... Ну, скорее всего, такие массовые изменения будут через год. Может быть, через два, но уже перестраиваться нужно сейчас и набирать себе аудиторию. Поэтому, если вы планируете работать предпринимателем через интернет, то пора. То есть, уже все. Уже нельзя ждать. Просто нельзя. Я надеюсь, донес до вас информацию. Плюсики пошли. Плюсики пошли. Спасибо, что вы принимаете это. Какой баннер должен быть в статусе? В статусе баннера не должно быть. В статусе должна быть адекватная информация. Чем вы занимаетесь? Она должна быть понятная. Ваша сильная сторона. Что вы можете предложить людям? Опять же, все в зависимости от уровня вашей страницы. Здесь немножечко аудитория с разными пониманиями и с разными страницами. У кого-то чуть хуже, у кого-то чуть лучше. Но в среднем это ниже нормы. И мне сейчас трудно сказать какое-то единое решение. То есть, надо сначала у всех, у всех, давайте так, вот у всех, кто хочет подтянуть свои страницы и наладить бизнес через ВК, да и потом через другие соцсети. Это будет тоже возможным. Нужно сначала выровнять ваш уровень знаний и потом можно дальше вас вести. А пока у нас сейчас очень много людей заходит, у всех разный уровень, у всех разный интерфейс. Кому-то не терпится, кто-то просто орет, дайте мне эту кнопку, я нажму и получу клиентов, дайте я буду на нее тыкать. Ну нет, такого не будет. Если кто-то такое ждет, попрошу вас с вещичками на выход. Это не на этом вебинаре. Здесь мы будем обучаться, развиваться и двигаться в ногу с трендами, да. Окей, все, я вижу все ваши комментарии. Спасибо. Так. Так. Отлично. Отлично. Все, супер. Кстати, как раз утром был интересный кейс у меня. Мы периодически берем предпринимателей, уже достаточно сильных предпринимателей, которые более-менее освоились в ИК, но еще учатся. Я вот сегодня тоже в нашем чатике сделал подарок человеку, который стремится развиваться, подарил один из наших простых курсов. Так вот, обратная связь от предпринимателя. Мы улучшили его страницу. Она была получше, чем мы сейчас видим. Ну, давайте уж я буду такими сравнениями говорить, простите меня, пожалуйста. Просто эта действительно страница далеко не самая хорошая, но не самая плохая, но при этом ниже среднего. Так вот, мы поработали с предпринимателем, чуть-чуть прокачали его страницу, запустили ему поздравления. И он утром сегодня был просто в шоке. Он говорит, Константин, я просто утром получил трех клиентов. И он просто, как, я за месяц там максимум трех получаю с ВК, тут я за день получил три клиента. А как это получилось? Смотрите, как это получилось. Мы ему привели чуть-чуть страничку в порядок. Она стала адекватно смотреться. Там пропали всякие яркие офферы, всякие доминирующие словечки и так далее, и так далее. Сделали ему простое поздравление. И как это сработало? Люди увидели поздравления. И раньше просто у этих людей с ним был диалог. Они что-то обсуждали, какие-то там свои делишки. Но так разговор и встал. И сейчас они получили эти поздравления. Перешли на его страничку, видели, что все как бы нормально, претензий нет. И написали такие примерно слова. «Спасибо за поздравление. Ранее мы общались по такой-то теме. Давайте вернемся. Мы тогда не договорили. Очень интересно узнать больше». И он начал с ними вести уже диалог. У них доверие есть. То есть, во-первых, с днем рождения поздравил, доверие повысилось. Страница тоже вызывает доверие. И он дальше повел их по своей воронке. И все. Он был просто в восторге. А все, что мы сделали, это просто чуть-чуть улучшили страницу и запустили поздравление. Понимаете, как это легко? Вот, ладно. Давайте двигаться по нашей теме. Да. Валентин, почему не сделать такую кнопку? Спрашивает. Наверное, про кнопку, которая получает лиды. Нет, есть такая кнопка. Есть такая кнопка. Называется «Таргетинговая реклама». Вы закидываете туда, например, миллион рублей. И к вам заходят люди и что-то покупают. Хотя, если вы опять же будете с такой страницей, то даже таргетинговая реклама вас не спасет. А в целом сейчас нужно просто поработать хорошенько, изучить, и тогда все у вас получится. Двигаемся дальше, господа. Еще одну страничку давайте посмотрим. Я обещал несколько страничек посмотреть. Давайте я буду придерживаться того, что вам обещаю. Так, ну вот, в принципе, аналогичная история. Александр, ну как бы страница ни о чем. Она ничего не продает. Она непонятно, что делать. Ниже понятно, что здесь про какую-то медицину похоже. Но в целом эта страница ничего не продает. А она в целом страницей не должна ничего продавать конкретного. Если, конечно, вы не эксперт в какой-то области. Например, если вы коуч в какой-то сфере, вы пишете, что я коуч. Если вы продаете непонятный продукт, вы пишете то, в чем вы сильны, в чем вы экспертны. У вас должна быть какая-то простая воронка. Ну, представляете, человек заходит на такую страницу, а что ему с ней это делать? Вот ВК-босс привел на такую страницу. И чего ему делать? Он захочет добавиться в друзья? Какая мотивация? Нет никакой мотивации. Он захочет написать привет, давай с тобой дружить? Нет, какая у него мотивация? Ну, то есть, нет, это не сработает. Надо делать свою страницу более приятный и понятный человек. Вот, хороший пример. Давайте посмотрим. Ну, во-первых, баннер кривой. Ладно, ну, хоть какой-то есть. Сегодня лучший день для... Так. Ну, хороший оффер. Ну, то есть, смотрите, здесь хотя бы есть оффер. Здесь есть бесплатная консультация, есть подсказка, что вам нужно написать призыв к действию. То есть, это уже лучше. Единственное, Наталья, а задайте себе вопрос, а почему человек должен выполнить все ваши призывы к действию? Какая у него мотивация? Какие социальные доказательства, что для него это выгодно? Да? Давайте посмотрим, есть ли здесь социальные доказательства, что к вам стоит идти на консультацию. И все очень просто. Вот, мне кажется, сейчас у многих начнется озарение, почему у них страница не работает в сегодняшнем Де. Давайте так, я сейчас буду рассказывать. Если вы понимаете, почему ваша страница перестает работать, вы пишите, ну, не знаю, что будем писать. Давайте какой-нибудь страшный смайлик будем присылать. Если вы не понимаете, то пишите минус, не поняли. Что-нибудь такое давайте сделаем. Так, смотрите. Значит, Наталья хочет, чтобы человек написал ей в личку, потому что это якобы выгодно. Новые проекты. Ну, во-первых, новые проекты, это здесь нет никакой выгоды. Новые проекты. Но выкопать ямку во дворе, это по сути новый проект. Посадить дерево, это новый проект. О каких проектах вы говорите? Да, непонятно. Еще надо взять, что вы берете двух активных девушек. Не знаю, может быть, вы вообще занимаетесь, да чем угодно вы можете заниматься, понимаете? Ну, окей, допустим, если даже вы бы написали, что вы запускаете новый проект по такой-то теме. И, допустим, человеку это интересно. И для того, чтобы ему написать вам личку, ему нужны социальные доказательства, что это классно. Это действительно то, что ему нужно. Смотрим ниже. Количество друзей. 55 друзей. У вас нет друзей, поэтому вам нужны два новых человека в друзья. У вас нехватка друзей, к вам никто в друзья не добавляется. Почему у вас так мало друзей? Вы делаете какие-то проекты, вы позиционируете себя как некий предприниматель. Но почему у вас 55 друзей? Значит, вы никому не интересны. Уже социальные доказательства на минимуме. Ну, ладно. Может быть, у вас много подписчиков, еще, может быть, какой-то умный человек так подумает. Дальше. Фотографии. Здесь, опять же, куча непонятных фотографий. Вот, единственная фотография, которая у вас классна. Вот по такой фотографии я вижу, что это живой человек, у меня есть доверие. Но тут даже нету лайков, значит, никто не считает вас адекватным человеком. Лайки – это показатель. Вот эти картинки, они убивают у меня желание уже общаться с вами по вашим проектам. Дальше. Смотрим ниже. Вы начали слово «бедность». Вы начали со слова «бедность». Люди читают всегда между строк. Большинство людей читают между строк. Читают первую строчку, и они видят слово «бедность». Ну, то есть, уже вы начали с негатива. Я не хочу идти к человеку, который пишет про бедность. Да? Дальше. Я уже это не читаю. Мне уже неинтересно, потому что тут про бедность. Но при этом есть пост. Есть пост. И он закрепленный. Есть информация. Можно почитать. Ну, ссылок тут мало. Нет призыва к действиям. Это ладно. Это можно доработать. Достаточно приятная картинка, располагающая. Нет лайков и комментариев. То есть, все, что здесь написано, читать смысла нет. Потому что здесь нет ни лайков, ни комментариев. Значит, это никому не интересно. Здесь нормальные фотографии. Ну, здесь, опять же, пошла информация, которая в неправильной последовательности выложена. То есть, прикольно. Да, есть какой-то вебинар. Здесь может быть интересный пост, где много лайков, комментов. Интересный, позитивный, который людям понравится. А дальше уже вебинар, чтобы люди хотели посмотреть. Потому что, допустим, вот такая картинка. Приятный мужчина на картинке. Видно, что что-то интересное может рассказать. И поэтому люди, скорее всего, посмотрят. Но дальше у вас идут такие триггерные картинки, которые только отпугивают. Понимаете? То есть, у вас на странице нет никаких социальных доказательств. Люди к вам не зайдут. Страница не проработана. Ой, давайте напишите единички, у кого примерно так же. Посмотрим, у кого примерно так же. Напишите в чате к единичке. Мы увидим, что у вас у всех одна и та же проблема. И одна из самых главных проблем. Это соци... Ну, ладно то, что вы не умеете писать офферы. Можно научить. Можно нанять маркетолога. Это просто услуга маленькая. Напишите мне офферы. Он напишет вам офферы правильно. Перепишет. Окей. Можно взять дизайнера. Он сделает вам баннер получше. Окей. Можно сфотографироваться. Поместить фотографию получше. Потому что вот здесь вы на фотографии... Ну, похоже на врача, да? А вот здесь вы на фотографии такая статусная женщина на отдыхе. То есть, какие посылы вы хотите транслировать своей аудитории? Какому человеку вы хотите добавиться? То есть, вы хотите добавиться человеку, у которого на обложке вот такая штука? Или вы хотите добавиться человеку, у кого на обложке вот такая штука? Мне кажется, вот это вызывает гораздо больше доверия. Да? Ладно. В каждом случае все индивидуально. Но я думаю, вы поняли смысл. И самое важное доказательство социальное – это лайки и комментарии. Сейчас без них никак. Ну, просто вот нету лайков, нету комментариев. Все. Вы уже никому не интересны. Это правда. Благо, у нас в Экабоссе есть классная штука про активность. Я о ней вчера сказал. Кто-нибудь уже попробовал активность? Ну-ка, давайте, признавайтесь. Кто попробовал активность? Кто уже накрутил себе лайков, комментов? Как вам понравилось, да? Это всего лишь один из инструментов, и его нужно правильно применять. Ладно. Двигаемся дальше. Я думаю, закончили сегодня с разбором страниц. Давайте пойдем дальше по нашим темам. Так, что у нас сегодня за темы? Что у нас сегодня за темы? Давайте мы поговорим немного о поведенческих факторах. Я, наверное, даже обо всем немного поговорю. Вам нужно перестроить свое мышление, как вы будете себя позиционировать ВКонтакте. Этот год вы можете поэкспериментировать, вы сможете посмотреть там наше обучение с нами, побыть, понять, как вам начаться перестраиваться. И уже следующий год я рекомендую вам плотно посвятить тому, что вы будете прокачивать свои каналы трафика. Это не только ВК. Это относится ко всем, ко всем каналам. Везде принцип один и тот же. Поведенческие факторы работают примерно одинаково везде. Я уже сказал, давайте закреплять. Первое. Значит, люди, заходя на вашу страницу, хотят, чтобы у них было доверие к вам. Люди ничего не будут делать, не будут считать, что у вас написано, если ваша страница не вызвала доверие. Пока все страницы, что мы посмотрели, ни одна доверие не вызвала. Второе. Второе. Это комфорт. Человеку должно быть комфортно и понятно. Все должно быть написано. Кстати, вот многие спрашивают, типа, а моя страница является там каким-то эталоном качества? К сожалению, я ее оформлял достаточно давно, но на фоне многих она выглядит хорошо. То есть, она выше среднего, она располагает, она вызывает доверие. Давайте посмотрим на мою страницу. Даже вот так, несмотря на то, что я ее давно не оформлял, у меня все руки никак не доходят, но она все равно по всем основным критериям я сейчас, которые говорю, она работает. У меня нету никаких офферов, это вызывает доверие. У меня хорошая аватарка, еще плюс ромбиком, это тоже интересно, это вызывает доверие. У меня написано в статусе, директор, тоже вызывает доверие. Количество друзей, почти 5000, у меня там еще очень много подписчиков. Фотографии, есть фотографии из моей жизни, видно, что я чем-то занимаюсь, и в принципе это красочно интересно. Здесь у меня статья закрепа была, но я ее случайно удалил, новую я еще не сделал, это я просто баннеры пробовал, то есть не обращайте внимания, здесь статья закрепа должна быть. Социальные доказательства, смотрите, лайки, комментарии, охваты. Лайки, комментарии, охваты. Вот как раз мой пост, когда я удалил свою страницу закрепа. Везде есть лайки, комментарии, охваты. Согласитесь, когда вы видите вот такой пост, когда все под ним есть, ну какой-то еще оффер при этом интересный. В принципе, интересно почитать и разобраться, а почему люди это лайкают и комментируют. Понимаете, о чем я говорю? То есть простейшие социальные доказательства, которые должны быть у каждого человека на странице. Сразу спрашивают, как такую аватарку сделать? А вот секрет. Да, Зоя, Зоя очень классно проверила, подсветила, что я на своей странице ничего не продаю. Но на самом деле это не так. Я действительно долгое время не оформлял, переоформлял свою страницу, потому что я, собственно, ничего не продаю. Но на самом деле это заблуждение, что я на своей странице ничего не продаю. Вот вам еще один урок. Я на своей странице продаю себя, свою экспертность. Человек, когда видит такие социальные доказательства, он уже обо мне определенного мнения. И когда я, допустим, после поздравления с днем рождения, после добавления в друзья начинаю с кем-то диалог, он всегда идет в мою сторону. Чтобы я человеку не предложил, он будет внимательно меня слушать. Я могу ему предложить какой-то продукт, я могу ему сходу продать какой-то продукт, я могу написать директору какой-нибудь компании и сказать, есть интересное предложение, давайте выберем время, обсудим. И он согласится, скорее всего. Понимаете, о чем я? Я продаю на своей странице себя. И я также тестировал и делал продажи на своей странице каких-то конкретных товаров и услуг. И это тоже работало благодаря всем социальным доказательствам, которые у меня есть. Чтобы вы могли сделать такую страничку, как у меня, поверьте, много не надо. В течение года она у вас придет до такого же уровня. Прикиньте, если бы вы сейчас делали свои продажи, но у вас такая страница была, как у меня. И люди бы вам доверяли, и к вам бы приходили сильные партнеры. Понимаете, да, разницу? Так вот. Сергей, дело не в том, что мало или много. Можно сделать любое количество лайков. Главное, чтобы они у вас были. Дело не в количестве, это вы уже придираетесь. Роман спрашивает, что лучше вести, личную страницу или сообщество? Если у вас тематика, которая хорошо продается в сообществе, а это отдельная тема, что лучше продавать в сообществе, то нужно сделать классный баланс, когда у вас совмещена и группа, и личная страница. Группы хорошо продают одно странице, личное другое. Если у вас есть группа, и человек приходит в вашу группу, он смотрит ваш товар, ему тоже нужны социальные доказательства. Например, вы продаете коучинг, или вы продаете какую-то услугу, где вы задействованы, вы продаете свою экспертность. Даже если вы риэлтор, или учитель, или наставник, даже если вы занимаетесь спортом и тренируете людей, человек хочет узнать, кто вы такой. Человек находит в группе ссылку на вашу страницу. Если у вас в группе нет ссылки на вашу страницу, то это минус. Человек находит ссылку на вашу страницу и переходит на вашу страницу, и уже на вашей странице ищет социальные доказательства. Он не ищет их в группе, он ищет на вашей личной странице, он смотрит, кто вы, чем вы занимаетесь, какая у вас жизнь. И на основе этого принимает решение. Если у вас товарка, то, конечно, это только группа. Личные страницы тоже можно, опять же, личную страницу вы можете продвигать при помощи ВК-босса. И сейчас тенденция такая, кстати, хорошая тема, давайте я немножко расскажу о ней. Тенденция такая, что сейчас очень многие стали продавать через личную страницу, потому что это банально проще. Это менее затратно, нужно меньше времени тратить. Опять же, вы включили автоматизацию, оформили страницу, и все, система работает и приводит вам лиды. Опять же, как я говорил, там 60-100 лидов, это реально. И это делаю с личной страницей. Но у группы есть одна крутая штука. Одна крутая штука, что вы можете там забустить охваты. Вы можете в группе сделать бесконечное количество охватов. На своей странице вы не можете сделать бесконечное количество охватов. Вы можете на своей странице увеличить охваты только на то количество, сколько у вас есть подписчиков. Поэтому при использовании активности на личной странице вы увеличиваете охваты, потому что вашим друзьям, подписчикам это стали больше рекомендовать за счет высокой активности. И вы подняли визуальную составляющую, доверительную. Люди, заходя на вашу страницу, читая ваш контент, они видят, что есть эта активность и доверяют вам больше. В группе это работает иначе. В группе, когда вы запускаете активность, если группа соответствует, опять же, требованиям, это не так, что в любую группу зашли и сделали. Когда вы запускаете там высокую активность, то вы можете, допустим, вместо стандартных там 100-200 охватов получить 5000-10000 охватов. Все зависит от того, как завируситься. Открою вам одну механику. Я понимаю, что вам сейчас не надо, но, наверное, вам будет интересно послушать механику, как активность делает бесконечные охваты. Смотрите, активность накидала вам лайков и комментариев. ВК увидел, что есть активность. Он думает, ага, этот пост интересен людям, дай-ка я буду показывать его всем остальным. Он по каким-то критериям выбирает, кому он будет показывать. Это отдельная тема, каким критерием он выбирает. И если те люди, которым он показал пост, тоже поставили лайк, хотя бы часть аудитории, это запускает вирусный процесс. ВК начинает больше и больше показывать. Если нету этой реакции, что новая аудитория ставит вам лайки, то процесс просто остановится в какой-то момент. Но если они ставят лайки, этот процесс будет бесконечный. Это называется вирусная реклама. Поэтому, создавая ваш пост, он должен соответствовать, опять же, требованиям. И тогда есть шанс, что он завирусится. Да, окей. Активность. Активность – потрясающий инструмент. Недавно мы проводили, ну как недавно, в начале этого года проводили одно генеральное тестирование. Сама функция активности, она появилась у нас относительно недавно, в том виде, который вы видите сейчас. Мы проводили генеральное тестирование. Мы взяли группу предпринимателей. Кстати, это одна из групп. Это были как раз предприниматели MLM. Там их было 40 человек, у нас в фокус-группе. И мы целый, почти целый месяц, месяц так и не дождали, по-моему, там 2,5 недели или 3 в итоге у нас получилось. Мы замеряли, сколько они обычной своей деятельностью получали себе контактов. Они делали стандартные действия. Они писали людям, они добавляли их друзья, лайкали. Даже у них был ВК-босс включен, но без активности. И каким-то образом они какое-то количество людей выводили на длительный диалог, на встречу, на общение. Мы замерили эти показатели. И на следующий месяц мы включили им активность, научили ей пользоваться и включили активность на максимум. Как вы думаете, насколько процентов увеличилась их конверсия? Вы сейчас будете просто в шоке. Вы таких цифр, наверное, даже представить себе не можете. Ну, я не буду вас томить, я вам прямо скажу. В 12 раз. В 12 раз увеличилось количество диалогов с людьми. Вы можете себе это представить? В 12 раз. Это 1200 процентов. Понимаете, да? Можете представить себе такую офигительную конверсию? Ну, конечно, эта цифра звучит так сама по себе очень классно. Просто у них была очень маленькая конверсия, хотя это в среднем были среднего уровня предприниматели. Но что случилось? Люди, то есть они общаются с людьми, люди заходят на их страницу, но их что-то не устраивало, и они отказывались от диалога. Когда у них появились на странице социальные доказательства, появились лайки, комментарии за счет активности, люди стали больше доверять, и большее количество людей стало вступать с ними в диалог. В 12 раз больше людей, чем у них было. Это бешеная конверсия для них. Но, конечно, радоваться так прямо не стоит. Это только этап, когда люди начали с ними взаимодействовать. А то продали ли они им услугу или нет, это уже история умалчивает. Это не относится к этой метрике, потому что в любом случае сначала люди заходят в вашу воронку, потом вы с ними работаете, продаете, доводите до покупки, там утепляете, все это делаете. Это уже ваши процессы, мы на них не влияем, за исключением, если бы у нас какие-то курсы по этой теме не проходят. Но активность творит чудеса. Да? Ребята, скажите, хотели ли бы вы сделать из своей страницы просто бомбическую страницу с классными охватами, с лайками, с комментариями, с количеством друзей большим? Вот скажите честно, хотели ли бы вы это сделать? Ну или давайте так, наверное, хотите, а надо оно вам? То есть надо ли вам хорошая страница, чтобы на ней были всегда лайки? Чтобы были комментарии, чтобы было достаточно друзей? И в идеале, конечно, вы ее еще оформите, да, но это уже на ваше усмотрение. Но пока не менее даже по этим критериям вы поняли, да, что когда человек заходит на страницу и видит, что там нет лайков и комментариев, то все, это крест. Туда уже человек дальше не пойдет. Но имея страницу с хорошей социальной активностью, конверсия просто подымется, уровень доверия подымется. Люди больше начнут с вами взаимодействовать, но это не означает, что они станут ваши клиенты. Понимаете, да? Ну мы все адекватные люди. Я вижу, да, хотят. Да, да. Ну хоть кто-нибудь напишите, не хочу. Нет, таких людей нет, все хотят. Сто процентов. Кто хочет больше? Есть предложение. Я могу вам это всем сделать. Да, я могу всем вам это сделать. Я могу сделать, чтобы ваши страницы постоянно были в социальных доказательствах. Да, понятно, что вам нужно будет еще многое другое проработать, и мы тоже с этим можем помочь. Хотя бы на минимальном уровне, на среднем. Помните, мы сегодня посмотрели несколько страниц, какие-то были вообще ни о чем, а какие-то уже получше. То есть нам нужно хотя бы чуть-чуть вверх вытянуться, да? Вот, Женя, Женя, Женя. Запомните, Женя Фурс, ему не нужна страница. Так что если вы его увидите дальше на прокачках, где мы это будем делать, вы такие, Женя, ты не хотел, уходи. Держи свое слово. Да? Так, Зоя пишет, много это же опасно. Что много опасно? Женя, что много? Много клиентов это опасно. Это ты можешь быть счастливый, успешный и богатый. Это очень опасно. С тех сразу начнут прилипать другие люди и пытаться у тебя оторвать кусок. Согласен, это опасно. Естественно, поскольку мы занимаемся этим не первый день, мы понимаем, сколько должно быть лайков и комментариев, сколько нужно для того, чтобы забустить алгоритмы, сколько нужно минимум, сколько нужно максимум и сколько вообще не надо делать. Понятное дело, когда я говорю, что мы можем сделать вам лайки и комментарии, то я говорю с той точки зрения, что мы дадим вам именно столько, сколько вам сейчас нужно. Так вот, это одна из новостей, которую я хотел с вами поделиться. И она очень классно стыкуется с информацией, точнее с кейсом, которым я начал этот вебинар. Помните, давайте я напомню, о чем я говорил, о том, что когда у вас сложный продукт и у нас такое время, что очень сложно продавать продукты, которые у людей вызывают сопротивление, нужны другие способы. Нужно заходить через другие продукты, да, через другие продукты. И надо научить себя вообще продавать через другие продукты себя и находить другие продукты, создавать их на своей странице. Так вот, мы тут поговорили и решили, что для того, чтобы вас прокачать, нам нужен некий марафон, нам нужен крутой марафон, на котором мы, на котором мы, давайте я сразу скажу, что мы будем делать на марафоне. Вы уже поняли, что будет какой-то охренительный марафон, чтобы вас прокачать, да? Ну, то есть, уже появилась эта информация у вас в голове, да, уже слюнки потекли. Будет дату, пока я не могу вам сказать, это будет в этом месяце, будет охренительный 4-х, 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 4-х дневный марафон, на котором что будет? Что будет? Давайте я вам даже сейчас прочитаю. Ну, во-первых, мы обязательно туда добавляем блок по маркировке рекламы. Это крайне важная информация, если сейчас не начать принимать меры, то в какой-то момент вам могут надавать по голове. Не в этом году, вряд ли в этом году кому-то вообще надают по голове. В следующем году уже нужно быть осторожнее, и дальше, чем дальше, тем будет сложнее. Вот. Поэтому у нас будет обязательно блок по маркировке. Это именно уже будет выжимка из актуальной информации. Мы с юристами консультировались, с опытными людьми, и понимаем тенденции, куда это все придет. То есть, самое важное мы вам скажем на сегодняшний день. Понятно, сейчас мало прецедентов вообще, да, даже я не слышу, что были какие-то прецеденты уже. Поэтому это пока больше теоретическое, но оно основано на гипотезе очень умных людей. Далее. В этом марафоне также мы поговорим чуть-чуть об оформлении вашей страницы, и вам будет дана четкая инструкция, что вам нужно сделать с вашей страницей. То есть, мы ее приведем в минимальный, допустимый, хороший уровень. Это будут простые инструкции, то, что вы можете сделать сами, без всяких дизайнеров и сложных инструментов. То есть, просто мы будем убирать, что на них не должно быть. Кстати, я могу дать контакты недорогих дизайнеров, которые смогут сделать вам что-то простое. Даже вот то, что у меня на баннере, 100 лет хочу поменять баннер, руки не доходят. Хотя бы даже вот такой простой баннер, он просто вызывает доверие. Ну, согласитесь, такой баннер не вызывает какого-то сопротивления, он вызывает только доверие. Ну и, во-первых, это зона предпринимательства, то есть, это хороший контекст, человек в галстуке. Очень здорово. Так вот, мы поработаем чуть-чуть с вашей страничкой. Мы углубимся немножко в поведенческие факторы. Я немножко вам даже о них сегодня говорил, но мы углубимся в них тоже. Но самая топовая вещь этого марафона, это будет активность. Мы будем бустить ваши страницы. Вы должны понимать, что желательно страницу чуть-чуть привести в порядок и потом только ее бустить. Мы это сделаем все одновременно, а потом будем разбираться, да? И мы дадим вам инструмент, научим вам пользоваться, как делать так, чтобы у вас всегда эта активность была постоянно. И если кто-то думает, что это все, то нет. Это еще не все. Я вот, ну, не знаю, может быть, потому что сегодня хорошее настроение, и мы утром решили вам сделать много прикольных фишек. Там еще будут другие темы. Мы обязательно вывесим информацию со всем темам марафона. Я думаю, вы уже поняли, что это марафон, который сейчас вы нигде не сможете посмотреть, ни в каких записях, ни у каких спикеров, ни у каких сервисов. Во-первых, у нас уникальные технологии, которые есть только у нас. У нас уникальные знания, которые есть только у нас. И мы всегда в трендах, мы понимаем, что творится на рынке. Поэтому этот марафон, если вы пропустите, ну, я не знаю, каким образом вы сможете начать двигаться вперед. Ну, вы останетесь на одном месте, если ничего не будете предпринимать. Вот. Марафон будет, информация о нем будет позднее. Далее. Помните, я вам говорил, уже два раза об этом напомнил, что классно продавать свои продукты, когда вы уже что-то человеку дали хорошее. Да, то есть он уже с вами пообщался, уже у вас есть контакт, вы ему дали ему пользу, и он вообще в кайфе от вас. Так вот, вы сможете на этот марафон приглашать, и даже этот марафон сможете рекомендовать, и на этом даже вы сможете денег дополнительно заработать за счет всей цепочки, которая там будет иметься. И через этот продукт вы сможете также приглашать и в свои другие продукты. То есть вы потестите эту технологию, у вас будет крутецкий марафон, который вы можете предложить абсолютно любому предпринимателю, и если вы расскажете о нем все верно, он не сможет отказаться. Вы на этом заработаете денег, вы получите себе лояльного человека, вы сможете потом предлагать ему другие свои товары и услуги, и вообще он может с вами стать классным партнером, тем более если вы еще страницу успеете хорошо оформить. Вообще это просто связка бомбическая. Но на самом деле все активные предприниматели, которые у нас уже обучались, они давно по таким системам работают. У них есть свои продукты, у них оформлены страницы, и они сейчас накапливают аудиторию, и в тот момент, когда все обрушится, ну видимо будет какой-то такой день обрушения, когда все везде, все перевяжут, все каналы, всех возьмут, так сказать, в оборот, то вот те, которые успеют, так сказать, подкопиться, сделать себе запасики, они будут дальше развиваться. Вот, поэтому давайте тоже будем их догонять. И это еще не все. Один из важнейших элементов, один из важнейших элементов, это, ну ВК, это количество ваших подписчиков. Когда вы накапливаете большое количество подписчиков, то это ваша аудитория, с которой вы можете работать каждый день. Да, и нужно нам сделать так, чтобы у вас получилось большое количество подписчиков. Не знаю, хотите 5 тысяч подписчиков, хотите 10 тысяч подписчиков, живых людей, не ботов, не ботов. У нас вообще в системе не про ботов, поэтому это так эффективно работает. После марафона у нас будет еще одно большое мероприятие, и для тех, кто будет на марафоне, вы будете в первых рядах. Вы будете в первых рядах, и там будет, ну все понимают, что такое MLM и как это работает. То есть те люди, которые будут за вами уже приходить на эти новые мероприятия, они будут все подписываться на вас. То есть таким образом вы соберете себе просто гигантское количество подписчиков и сможете с ними дальше потом работать. Ну, соответственно, если вы оформите свою страницу правильно, поработаете с контентом, то есть подтянете себя кверху, вы сможете работать с гигантским количеством аудитории. Ольга, подписчики и друзья – это для вас одно и то же самое. Только дело в том, что подписчики видят ваш контент, а вы их не видите контент. А если вы друзья, то они видят ваш контент, и вы их видите контент. Подписчики – те люди, которые уже за вами закреплены, они лояльны, к ним есть доступ, и есть другие механики. Легче работать, нежели чем с холодной аудиторией. Это уже отдельная тема. Вы уже поняли, что тема маркетинга, тема СММ, даже при таком простом продукте ВК-босс, это не один день, это даже не неделя. Вам потребуется несколько месяцев, чтобы все понять, изучить и применить. И уже выйти на новый уровень, понимаете, да? Так вот, забегая немного вперед, мы запустим крутую штуку, за счет которой вы получите еще гигантское количество подписчиков. Что-то я уже чувствую, там уже кто-то разрывается, сидит, ах, кончу! Вот. Но всему свое время. Понятное дело, если вы не успеете подготовить свои страницы по нашим инструкциям, то мы, наверное, даже не будем давать вам доступ к этому большому количеству подписчиков. Все должно соответствовать. То есть халявы нет, нужно будет поработать, нужно будет потрудиться, получить результат и двигаться дальше. То есть я предлагаю вам развиваться. Также был вопрос по поводу... Ну, многие просили, а разберите мою страницу, разберите мою страницу. Да, действительно, тут есть предприниматели, у которых уже есть хорошая страница, и наша обратная связь была бы полезна. И у нас есть тариф для новичков. Мы, кстати, для вас подготовили специальный тариф. Это касается именно ВК-босса. То есть если вы планируете пользоваться ВК-боссом длительное время, а в принципе я не вижу причин, чтобы не пользоваться им длительное время, мы сделали для вас еще отдельное предложение, в котором при покупке на год вы получаете еще наш бесплатный разбор. То есть я и Марина, мы разберем вашу страницу, сделаем вам рекомендации и поможем выбрать нужный вектор. Это туда входит. Кто задавал вопрос, как получить разбор страницу, это если вы покупаете годовое спецпредложение, которое мы сделали для вас. И опять же, мы любим поощрять тех людей, которые готовы обучаться. Поэтому в этом спецпредложении, которое сделано только для вашей аудитории, то есть это только для вашей аудитории, туда включены уже все основные наши курсы. У нас есть платформа с курсами. Вот я сегодня один курс дарил. Мы добавили их все в этот пакет. То есть пакет получился невероятно крутой. Невероятно крутой. Я вот, кстати, не знаю, я могу сейчас вам ссылочку скинуть, чтобы вы просто посмотрели. А, так, я могу, наверное, у себя его открыть. Сейчас, а где у меня эта ссылочка? Вот, вот эта страничка. Вы ссылку найдете в чатике, в чатике, где мы сидим. Там эта ссылка будет, и в ВК-боссе она у вас появится. Я вас ни к чему призываю, это не обязательно. Но для тех, кто готов двигаться с нами и переучиваться, мы сделали это предложение. Выгода там практически 100%. Там все есть вот эти курсы. Это все, что вам нужно, чтобы начать перестраиваться на новый лад. Это все туда включено. В других предложениях у нас нет. Эти курсы вы можете купить отдельно, посмотреть они есть. Но это предложение супер сладкое, супер интересное. Поэтому у тех, у кого уже страница достаточно адекватная, вы понимаете, что куда нужно двигаться. И то, что я вам рассказываю, для вас понятно. Вам разбор личной страницы, конечно, сильно поможет. Так, отдельно у нас полный разбор стоит 5000 страницы. Но это уже для таких активных предпринимателей. Есть еще другой разбор, который стоит 3000 рублей. Это, в принципе, для всех. Сюда входит обычный разбор. Поэтому, опять же, это не обязательно. Вы можете купить, можете не купить. Но если вы планируете двигаться в ВК, я не знаю вообще хоть одного места, где бы вам сделали что-то подобное по предложению и по возможностям. Окей. Галина спрашивает, что будет, если оплачивать помесячно. Нет, помесячно вы можете оплачивать. Туда ничего не входит. Это только для тех, кто готов с нами. Понимаете, зачем нам вкладываться в людей, если они там вместе с нами посидят, потом скажут и, ой, что-то как-то сложно. Не, я лучше пойду, не знаю, буду спамить в личку дальше. Ну, то есть, зачем нам вкладываться в таких людей? Человек, который согласился с нами быть целый год, мы готовы с ним уже поработать. То есть, мы даем ему обучение. Мы даем... Ну, то есть, нам интересно работать и развивать предпринимателей, и вместе с вами зарабатывать. Мы же здесь сидим в одной лодке. То есть, да, понятно, вы платите нам за использование сервиса, за наше обучение. А мы работаем для вас, чтобы вы получали клиентов, и у вас были деньги, чтобы свою жизнь строить, и чтобы пользоваться нашими сервисами. То есть, мы сидим в одной лодке, и с активными предпринимателями мы хотим двигаться вместе. У нас потом проходят разные программы, мероприятия, у нас есть интересные ивенты, у нас есть интересные, так сказать, содружеские проекты. Мы с активными партнерами свои проекты отдельные создаем. Мы все это делаем, но это уже немножко другой уровень, пока вам нужно к нему подтянуться. Окей. Я что-то много об этом говорю. Вроде все сказал. Ссылочка у вас появится в чате, и ссылочка у вас будет в Экабосе. Она будет чуть позднее, нам нужно сделать обновление, и тогда ссылочка появится. Если кому-то нужны отдельные уроки посмотреть, а именно дополнительные уроки, у нас есть бесплатные уроки, а есть дополнительные уроки, тоже там будет ссылочка, вы все найдете. Окей, да? Я надеюсь. Давайте так. Если какие-то вопросы по этой теме, если есть, задавайте. Если нет, у меня еще есть заключительная информация, заключительные кейсы, которые я хочу с вами напоследок поделиться. И вообще, наверное, давайте так. Давайте. У меня просто есть две темы. Первая тема. Это просто интересный кейс, как еще можно на рынке себя интересно продавать. Давайте, те, кто хочет послушать еще про способы продажи, поставьте единички. И поставьте двоечки в чат, для тех, кто хочет послушать, а что вам сейчас делать, с чего начать, как начать переход. То есть, что нужно вам сейчас сделать, чтобы начать улучшать свою страницу. То есть, что посмотреть, что сделать, от чего отказаться, то есть, какую-то вводную инструкцию, вообще, как начать двигаться. Давайте так. Единичку для тех, кто хочет по продажам немножко, двоечку для тех, кто хочет по переходу уже на более высокий уровень. И этой темы мы заведем, закончим сегодня вебинар наш. У нас, получается, два дня был такой интересный интенсивчик. И дальше у вас будет марафон, информация о нем появится. Вы уже сможете поделиться этой информацией своими коллегами. И потом еще будут мероприятия. И, кстати, мы сейчас посмотрим вообще на активность. То есть, если мы будем видеть интерес к нашим темам, мы еще дополнительно проведем точечно небольшие вебинарчики. Скорее всего, мы их будем проводить прямо вот в этой группе, которая у нас создана. В эту группу попасть можно в Телеграме. Группа в Телеграме. Если зайти на платформе в раздел ВК-босса, то там будет ссылочка на Телеграм-канал. То есть, вот в этом чатике там люди, которые максимально заинтересованы в развитии ВК. Мы туда, возможно, сделаем еще парочку интересных вебинаров. Да, правильно, Светлана. Зачем желать малого? Давайте первую и вторую тему. Первую и вторую. Вторую, вторую, вторую. Первую, первую, первую. Но двоечки, да. Блин, ребята, мне так нравится. То есть, вы выбрали тему, как вам стать лучше. И это правильная тема. Это правильная. Это я реально задал вам вопрос с подходом. Потому что, если я вам дам технику продажи, то на вашей странице она просто не будет работать. Вы можете понимать, какая она крутая и как люди через нее конвертируют людей, но она у вас не будет работать. Поэтому, действительно, для вас самое главное это сейчас понять, какие шаги нужно сделать. Да. И для того, чтобы я вам более наглядно показал, какие шаги мы будем делать, какие вам нужно делать, пришлите, пожалуйста, еще парочку ссылок на свою страницу, и я эти шаги расскажу вам уже на ваших страницах. Ну, сами понимаете, на примерах гораздо проще понимать, нежели чем если я буду сейчас в эфир тут говорить какие-то слова. Поэтому пришлите страничку какую-нибудь и на примере я скажу, какие шаги нужно сейчас делать. А пока вы присылаете страничку и я там буду ее выбирать, начну с небольшой инструкции. Значит, что нужно делать, чтобы начать продавать по трендам 2023 года и двигаться дальше? Собственно, первое. Убрать со всей своей страницы спам. Любой спам, агрессивный материал, он должен быть убран. Потому что, смотрите, вы, наверное, думаете, что от этого может быть какая-то конверсия. Конверсия будет просто минимальная, близка к нулю, поэтому нет смысла использовать такой метод. Это проверено. Вы заменяете весь неинтересный контент просто на интересный контент. На какую-то пользу вашей аудитории. Это первое, что нужно сделать. Отказаться полностью от старой методики. Давайте смотрим какую-нибудь страничку. Выбери меня, выбери меня. Ну, Ольга, я бы выбрал вас. А где ваша страница? Я не вижу вашей страницы. Вы не написали ауди своей страницы. Так, вот, смотрите. Как раз оформление страницы. Причем, кстати, это достаточно нормальное у Татьяны оформление странички с точки зрения, если она привлекает аудиторию, ту, которая ей это интересна. Если она знает, где есть эта аудитория, то она может таким образом привлекать. То есть, смотрите, у Татьяны, к примеру, есть аудитория. 3000 человек. Если она с ней, потому что уже работает, ну, то есть понимает, чем она занимается, то это достаточно нормальное оформление страницы. Но единственное, это нужно немножко сделать все покрасивее и посолиднее. Потому что если человек не ощущает вашей экспертности, что вы не лидер, то, опять же, доверия к вам меньше. Вот, поэтому здесь все очень достаточно хорошо. Занимаюсь онлайн-бизнесом, есть ссылочка на телеграм-канал, есть какие-то статьи, но в то же время эта страница все равно уже не так оформлена, как надо. Поэтому давайте, вот это уже такой более солидный уровень, с этой страницей можно реально поработать и сделать из нее конфетку. Давайте, это получается сейчас будет инструкция для более-менее продвинутых предпринимателей, у кого много людей на странице, у кого есть, видите, даже здесь активность какая-то есть. То есть это показатель, что люди интересуются этим человеком, то есть там что-то уже создано. То есть инструкция сейчас для уже таких бывалых предпринимателей. Не удивлюсь, если Татьяна там 20 лет уже занимается, да. Значит, баннер нужно поменять, заказать у дизайнера, вы можете даже разместить что-то подобное, но вы должны, вы на баннере написать свою основную компетенцию. Например, если вы 20 лет в MLM, вы пишете там 20 лет в MLM, помогаю предпринимателям там начать зарабатывать в интернете. просто и понятно, красивым, то есть красивым шрифтом это написать, без каких-то приказов, просто понятным красивым шрифтом, простой фон, никакой лишней от себячины, просто было, чтобы солидно, понятно, чистенько, аккуратненько, а не вот это в пейнте сделано, да. Вот. Дальше, статус. У вас отличный статус, занимаюсь онлайн-бизнесом, то есть это все, то есть, смотрите, поймите правильно, у Татьяны есть определенная ниша, она в ней находится, ей можно так делать. Вот. Дальше, статьи. Есть интересные статьи, вопрос, на что люди реагируют. Если на статьи читают, надо посмотреть на охваты, то окей, статьи, это хорошо. Фотографии. Фотографии здесь, Татьяна, вы должны быть вы. Это ваша личная страница. Вот этого не должно здесь быть. Не должно быть. Не должно быть. Дальше, у вас пост закрепа есть, вы закрепили информацию о проекте, вы не закрепили информацию о своих результатах. Люди идут на вас. На вас. Вы солидный человек, люди идут на вас, они слушают то, что вы говорите. Вам нужно сделать страницу о себе, и уже в странице вы можете рекомендовать какие-то проекты. Естественно, ничего такого здесь пуклевать не надо. Вы смотрите, какая у вас аудитория, и делаете контент и фотографии под свою аудиторию. Ну, как я говорил, это красивый видос. Видно, что здесь человек рассказывает что-то интересное, солидный человек, хорошее качество. Поэтому, да, такие видео можно ставить. Но вот это, допустим, непонятно. Вот это непонятно для людей, что это означает, и как они должны на это реагировать. Это только будет понятно, если на вашей странице люди, которые понимают, о чем вы говорите. Если это люди непонимающие, то такой графики у вас не должно быть. Вы такую графику размещаете в статьях, видео рекомендуете в сторис, и если вы создаете пост, вы на пост вешаете свою фотографию и добавляете туда графию, допустим, часть вот этой графики. Но вы должны козырять именно своей личностью. Понимаете, да? И вот это уже путь, путь, куда вам можно развиваться. Понимаете, да? Давайте еще посмотрим страничку. Я хочу посмотреть на низком уровне страничку. Страничка ни о чем. Отлично. Пример, для кого страничка ни о чем. Что нужно вам сделать? Во-первых, мы избавляемся от вот таких баннеров. Ну, то есть, что человек должен заходить? Давайте, что человек хочет заходить, захотеть, зайдя на такую страничку? Евгений Фокус. Это человек, который не хочет развиваться. А, ну, окей, человек же не хочет развиваться. Окей. Так, тогда мы его пропускаем. Так, давайте следующего возьмем. Ну да, человек просто хотел нас потроллить, скинуть свою страничку, на которую он клиентов не приглашает. Так, вот смотрите. Вот тоже хороший пример. Например, какая аудитория заинтересуется родином? Можно сказать так, родином? Интересно, звучит очень. Какая аудитория, смотря на эту фотографию, заинтересуется родином? Ну, то есть, это не упрек. Это вопрос, какая. То есть, нам нужно понимать, какая аудитория нас смотрит, какая аудитория нами интересуется, и соответствует ли ваш лук, внешний вид той аудитории, которую вы хотите видеть? То есть, это вопрос, какая аудитория придет на такую фотографию? К примеру, хороший пример. Есть разные республики, есть разные города, есть разные страны, и в каждой есть свои обычаи и индивидуальности. И, допустим, то, что, допустим, в Казахстане кажется нормальным, то, допустим, в Петербурге кажется ненормальным. И это культурные различия. И вам нужно понимать, какая ваша аудитория, какие у них культурные обычаи, какие у них ценности, и под них уже делаете свою фотографию, свой лук. Ну, естественно, ваш баннер ни о чем не говорит, телефон, ну, я могу только, не знаю, какой-нибудь прикол позвонить или добавить в сервис спама, чтобы на этот телефон что-нибудь спамить. То есть у меня никакой практически пользы применения этого нет. Здесь у вас также в фотографиях ничего, а вас вы никак не располагаете. У вас 400 друзей. Ну, это лучше, чем ноль, но, тем не менее, маловато. Ну, в общем, никаких социальных доказательств эта страница ничем не продает. Что мы делаем на таких страницах? То есть эта страница низшего уровня, она ничего продать не сможет, даже при помощи ВК-босса. Вот. Поставить баннер. На баннере надо написать вашу ключевую компетенцию. Там, неважно, 20 лет занимаюсь ремонтом телевизоров или там создаю интерьер. Ну, то есть какая-то ваша ключевая экспертность. Вы же чем-то в жизни занимаетесь или там 20 раз подтягиваюсь в секунду. Неважно. Вам нужно расположить как-то к себе человека. Заголовок на баннере – это отличная возможность это сделать. Вам не нужно рисовать крутой баннер. Если вы даже на таком баннере напишите свою ключевую компетенцию или какое-то мини-предложение, там, помогу научиться играть на гитаре. Это просто социально одобренная тема, и людям будет комфортнее видеть, что вы делаете что-то интересное. Естественно, телефон здесь вам не нужен. Вы можете, опять же, использовать статус как-то более интересно. Фотографии должны быть вы. Если вас нету, то это не ваша личная страница. Ну, то есть это, опять же, старые методики, которые не работают. Видосы, да, красивые, красивые картинки. Но, опять же, да, вот прикольчик выложили. Ну, прикольно, да, прикольно. Не будем смотреть, что там. В целом, то есть нужно понимать, человек заходит на вашу страницу, он вас не знает, как он воспользует той информацией, которую вы ему предоставили. Останется ли он на вашей страничке. Понятно? Еще одну посмотрим. Так. Еще одну страничку давайте посмотрим, и, наверное, на сегодня будем закругляться. Так. Нет, это не то. Не то. Это хорошая страничка. Вот. Вот аналогичная ситуация, но здесь уже выглядит все поприятней. Так. Нужны партнеры для удаленной работы в интернете. Свободный график. Работаю. Так. В проверенных проектах. Подробности в ЛС. Смотрите, это уже страница одним шагом к адекватной, которую сейчас можно использовать. То есть когда-то такая страница нормально работала, сейчас уже не будет работать. Почему она не будет работать? Если бы у нас сейчас был живой разговор там в зуме, мы бы, наверное, сейчас все бы сказали, и я бы сказал, кто правильно понял. Но вы можете по себе продумать. Во-первых, непонятно, вам нужны работы, нужны партнеры, или вы кому-то нужны. То есть немножко непонятная формулировка, хочется ее посильнее немножко видеть. И какое социальное доказательство? Если, допустим, вы набираете партнеров для работы в интернете, чтобы партнеры зарабатывали, то какие социальные доказательства вашего успеха? Ваша фотография. Ну, знаете, немножко кажется, что вам грустно. Грустно, возможно, у вас слишком мало партнеров, поэтому вы выглядите грустно. Но почему нельзя улыбнуться? Ну, какое лицо мы встречаем с улыбкой? То, которое улыбается, с грустью, которое грустит. То есть, ну, почему бы не улыбнуться для своей аватарки? Это же несложно. Дальше. А у вас здесь есть какие-то пруфы. Жмите, чтобы сменить имидж. Ну, в смысле? Это вы? Если это вы... Ну, блин, так поставьте тогда вот такую аватарку, да? Поставьте такую аватарку, если нет. Ну, похожие черты. Я не понимаю, что это такое? Кто-нибудь понимает? Или это искусственный интеллект? Наверное, это искусственный интеллект, обработка искусственным интеллектом. Ну, блин, поставьте все равно такую аватарку. Вот, ну, то есть, здесь гораздо больше эмоций приятных, положительных. Ну, либо сами начните улыбаться, либо ставьте фотографии, которые максимально располагают. Окей, но на самом деле вот это оформление, оно больше каким-то, не знаю, некрологом, что ли, сводится. Ну, в общем, оформление немножко непонятное для меня. Дальше. Есть количество друзей. Это хороший социальный показатель. То есть, есть друзья, значит, она работает, она как-то побеждает. Лайки, комментарии есть в каком-то количестве. Это уже прямо хорошо, но чуть-чуть больше надо. Лайков надо хотя бы 25-30. Это уже тогда является нормальным. Все. При этом здесь уже комментариев нету, комментариев нету, но немножко лайков есть. То есть, что-то есть. Здесь нужно поработать над оформлением, написать, во-первых, ваши ключевые компетенции и добавить социальных доказательств. Почему с вами партнеры будут зарабатывать? Ну, количество друзей, да, одно доказательство. Лайки и комменты усилить, другое доказательство. И элитность вашей страницы. То есть, ну, у вас фотографии не говорят о том, что вы классно там, успешны в своей деятельности. Я не говорю о том, что надо поставить деньги и машины. Нужны просто хорошие фотографии в хорошем качестве, где вы делаете что-то там положительное. Все, дамы и господа. Скажите, вам полезны были такие разборы и рекомендации? Напишите, пожалуйста, в чат текстом или огоньками, или просто напишите, что из этого вы будете готовы забрать с собой и начать принимать. Вообще, был ли полезен вам этот интенсив? Я жду от вас обратной связи. Скажите мне, что вы думаете об этом интенсиве? Так, что вы вообще пишете здесь? Пока вы пишете, я вам дам еще один лайфхак. Лайфхак дам. Смотрите. Вы, где ваши фотографии, заходите вот сюда, нажимаете, колесико. Нет, вру, не то. Вы заходите в фотографии, свои фотографии, альбомы, альбомы, находите альбом под названием, под названием, так, подождите, не сохраненные, а, фото на стене, вы заходите, вот видите, фото на стене, альбом, у всех есть фото на стене, и нажимаете, редактировать альбом. И вот здесь, убираете галочку, отображать фотографии со стены, и тогда, если вы уберете эту галочку, то, когда вы публикуете, пост, фотография не будет попадать вам вот сюда, и засаривать все, да, это очень, очень годный лайфхак, примените его. Так, посмотрим, что вы пишете, да, полезно, 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 огоньки, интересно, а, так, очень полезно, да, очень полезно. Значит, я принимаю вашу обратную связь, этот вебинар вам был очень полезен, благодарю вам за внимание, за ваши теплые слова, ждите от нас новой информации, приобретайте годовые тарифы, чтобы с нами побольше поработать, и получить еще больше экспертности, так сказать, в свою копилочку, ну, а мы встретимся, видимо, уже на марафоне, помните, 4 дня просто охренительного марафона, марафон, для тех, кто не знает, это просто такая долбежка по своим знаниям и результатам, это работать, 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 делать, 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 а не тоже там, о, посмотрю вебинарчик, нет, это отличный продукт, редакшн результатов, марафон это очень крутые, динамичные мероприятия, поэтому, ждите марафона, готовьте своих друзей, готовьте их заводить в свои воронки, через крутецкий марафон, информацию мы выложим, а на этом я с вами прощаюсь, с вами был Константинок, хороших вам лидов, до скорой встречи, пока. Субтитры делал DimaTorzok